Снег идет. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на зимний босвод. Лучше, чем Пастернак, о зиме и снеге, о снегопаде, никто еще не сказал. Снег падает большими хлопьями и мягко ложится на крыши домов, деревья, укутывает мягким покрывалом дороги. И это волшебно, когда смотришь в окно. Но все это волшебство заканчивается, когда выходишь на улицу и попадаешь в реальный мир. Пройти невозможно. Проехать еще сложнее. Это как никто другой знают специалисты коммунальника. Работа – непочатый край, и она не заканчивается. Задействованы все – и люди, и техника. Порядка 28 пескоразбрызгивателей, 9 тракторов, 10 погрузчиков. Задействуется техника и других организаций. Мобилизовано 350 дворников. И все, и вся в полной боевой. График работы круглосуточный. И все для того, чтобы жителям было комфортно. По прогнозам погоды еще сутки будет снег идти. Скажем так, нам понадобится какое-то значительное количество времени, чтобы полностью расчистить все пешеходные связи. Мы обратились уже в несколько предприятий. Это Брестская ДЭП, СУ-158. Нам оказали помощь несколькими видами техники. Это погрузчики и грейдера. Грейдера расчищают улицы частного сектора. Это пока только 4 грейдера. Я думаю, что через сутки ситуация стабилизируется. Погода радует и в прямом, и в переносном смысле слова. И справляться с ее сюрпризами нужно всем миром. Поскольку заносы на дорогах – не одно лишь проявление зимней непогоды. Снежная шапка и образование наледи на крыше – проблемы, которые требуют комплексного подхода и замедлительного решения. Неконтролируемые глыбы льда и снега, скапливающиеся на крышах домов и строений, представляют серьезную опасность и могут привести к серьезным последствиям. Множественные случаи порчи автомобилей. Самое страшное – травмирование и гибель людей показали, что не стоит игнорировать правила по снегоочистительным работам домовых крыш. Особенно на территориях школ, детских садов и придомовых участках. Администрация средней школы номер 24, понимая все вышесказанное, активно и, главное, самостоятельно подключились к работе. Сделано, как видите, уже много к этому времени. Вышли рабочие на час-полтора раньше своей смены, для того, чтобы детям уже было идти в школу удобно, ровно и видно. Почистили все дорожки, прилегающие к территории школы на подходе, непосредственно саму территорию школы, ну и пришли сразу к крышам. Волонтеры БРСМ уверены, уборка снега эффективнее любого фитнеса. А когда цель поставлена, помощь нашим бабушкам и дедушкам желание удваивается. Челлендж «Уберем снег вместе» сегодня собрал студентов Брестского технологического университета. Очистить дорожки, убрать придомовую территорию – эти и другие задачи были успешно выполнены. Бывает так, что мы сами уже выходим, видим, что на самом деле нужна помощь, и сами приходим и помогаем людям. Потому что на самом деле им сегодня тяжело даже тот же снег убрать. Люди пожилого возраста уже, так скажем, физические возможности не такие, как в молодости. Поэтому сегодня мы с молодыми ребятами пришли и решили убрать, чтобы бабушка смогла ходить в магазин, выходить из дома. Потому что на самом деле снега очень много и помощь нужна. Бабушка Надежда мне 82 года. В этом году уже мне было 82 года. Отметила я день рождения. Все хорошо. И большое уважение. Очень хорошо. Радость. Вы понимаете? Радость. Уборка снега – это помощь не только пенсионерам, но и коммунальным службам. Они сейчас работают в усиленном режиме. А потому нетрудно выйти с лопатами и расчистить дорогу у своего дома, посыпать песком подходы к подъезду и убрать от снега машиноместо на парковке. И дело хорошее сделаем и для здоровья полезно.